Включаю запись. Окей, мы возвращаемся к Рафханан Парату, мы заканчиваем статью «Тихая революция», которая имеет отношение к Талдот. Это заключительный абзац, поскольку у нас теперь занятия чередуются. Один раз мы рассматриваем статью Ханан Парата, один раз рассматриваем комментарии Равадина Штензальца этому куску, который в основе этих статей. Мы практически докончили это. Ну так просто, если надо в одном слове сказать, практически вся эта статья, она была вокруг грамматики, которая перенастала в некоторую концепцию. А именно слово, да, можете мне подсказать, какое слово мы разбирали центральное? А вот, вот тут написано. А дай-ка я себе возьму эту самую палочку. Революция, революция, Махпахана. Да, подожди, ну а на каком слове все было устроено так, чтобы я, когда говорил, чтобы это было как-то с вами тоже связано? Вот, я это слово подчеркиваю, слово «ваятер», правильно? Это у нас реальное слово. Точно, да. Да, «ваятер» это, «ваятер» не очень понятно было, потому что обычно переводится «ваятер», как «сильно просил», да. А с другой стороны, и в современном, вы видите, «атера» это, что это апелляция. И смысл апелляции – это попросить перевернуть или изменить предыдущее решение, окей? Поэтому построенная концепция ханум-парата была заключена в том, что, в общем, поскольку 20 лет жена Ицхака, Ривка, у нее не было детей, она не могла забеременеть, то он решил перевернуть ситуацию. Поэтому написано «ваятер», но как бы «кунс» здесь, то, что называется, изюминка, она заключается в том, что то, что написано «ваятер» и «цхак» слеха, это вот здесь вот. Это понятно. Но когда ему говорится «ваятер» обычно переводится, как бы, ну, положительно к этому отнесся Всевышний или отозвался, или принял его просьбу. На самом деле непонятно, потому что если в это «ваятер», то как бы почему это имеет отношение к Всевышнему? И он объяснил, как бы, вот эти вот вещи, но в основном это действительно стоилось на революции. И приводилось даже, как бы, пример такой, что «атар», насколько я помню, или «атэр», это виллы. Почему виллы? Виллы, которые, как бы, переворачивают. Это тоже мидраши такие были. Окей, все, это на одной ноге то, что у нас было до этого. А сейчас мы начинаем, как бы, читать. Окей? Ну, вот у меня после Аслана, у меня Тимофей. Аслан сказал, что он не хочет. Окей, Тимофей, ты можешь начинать здесь? Да, давай. Здесь мы, да? Ага. Исраэль амг душин кому лема пеха. Окей. Израэль – народ выделенных, святых. Да, правильно. Как? Нет, куму от слова лакум. Нет, куму от слова лакум. Это инфинитив. А куму. Вставайте для переворота. Что, что, Лень, ты там что-то… Это цивуй. Да, да. Вставайте, вставайте во множественном роде. Правильно? Да. Ну, почему три точки? Потому что, куда вставать? Ну, обычно народ на что встает? Встает на Тфилу, встает там еще на что-то. Ну, как бы, такие культовые божественные занятия. А почему-то революция? У нас, как бы, революция, как бы, у нас нет вообще в программе. Вот, и поэтому здесь стоят три точки. А куда вставать? А, вставайте на революцию. Ну, это, как бы, такой, как бы, зачин, который будет разбираться. Окей? Ну, хорошо. Читай дальше. Так. Читаем. Да. Бу-вэ-шулей-ад-варим. Правильно. Ар-ша-ля-сми. Слыха, ар-ше. Ар-ше-ля-сми. Правильно. Ле-усиф-хавая-я-ишит-мей-хедет. Замечательно. Как перевести? Бу-шулей-ад-варим. Что такое шулей-ин? На полях. На полях. Ну, да. Маргинальность. Это маргинальность. Бу-шулей-ад-варим. Ну, как. Книги-ад-варим. На полях вещей. То есть, ну, как бы, замечание на полях. Вот, типа. Не заделан так, ну, сбоку. Что такое Ар-ше-ля-о-сми? Так. Отмечу себе или... Ну, Ар-ше-ля-ля. Позволю себе. Позволю себе, да. По-видимому, от слова «ршут». Я позволю себе. То есть добавить «хавая и шит». Особое «хавая». Правильно, «хавая и шит». «Хавая» довольно трудно перевести по-русски, но личное переживание, личное ощущение. Это близко. Это то, что по-английски называется «experience». Дальше. Ну и «me you had it». Особое, да. Особое, правильно. Дальше. Мишанот. Мишанот, да. Это как бы у нас смехут. Мишанот. Мишанот нурай. Бешват пней Акива. Бекфарара. Да, Кфарарарая, по-моему, это известное место. Кварарая. Кварарая – это известное место религиозных север. Зебне Акива, да, известное. Центральное шиво. Да. Пней Акива, да. Сейчас, секунду. Саша, привет. Саша. Да. Ты и вы. Здравствуйте. Вы нас слышите, правильно? Окей, замечательно. Да. Если вы захотите читать, а мы очень надеемся, что да, то, пожалуйста, присоединяйтесь к чтению. Мы читаем по очереди. Если у вас нет такого желания, то тогда вы как бы слушаете и помогаете нам понимать. Окей? Я слушаю. Я слушаю. Замечательно. Хорошо. Мы все расставили, все по полочкам. Окей. Ну, хорошо. Тимофей, давай, дорогой, дальше. А, переводи. Итак, Мешмотный Урай, Мешмотный Урай, Мешмотный Урай. В Году Молодости. Правильно, молодец. Ну да, Молодость. Меня слышно? Я просто уже говорил это. Да-да, я пропустил слегка. А, окей. Да, значит, в Ешиве Бне Кива, в Кфар, Ара. Ара Роя. Ара Роя. Да. Это и аббревиатура. Как мы решим пробовать? Я думаю, Рафа, я думаю, что это с Афгуком связано. Окей. Замечательно. Все совершенно правильно. Бесхутош, Широш, Айшива, Мур, Араф, Моше, Цви, Мерия, Зацаль. Вау. Молодец. Все, ты сегодня прямо на месте получаешь ЦАЛАР, называется. ЦАЛАР, это ЦИЮН ЛЭШЕВАХ. То есть, как бы, ну, типа медаль отличительная. Окей. Ну, хорошо, давай переведем? Ну, с переводом так не будет хорошо, значит. Ну, а, да. Который ПАКХА. ПАКАХ РИНАИ. Это такое, ну, как бы, ПИНАИМ, это всегда ПАКАХ. ПАКАХ. Да, РАСКРЫТЬ, но РАСКРЫТЬ, это не в смысле раскрыть, типа ВИ, да, откройте мне глаза. Нет, это не физическое раскрывание, а это в смысле просветило мне глаза. То есть, я врубился. Да, грубо говоря, я врубился. Какие от этого синонимы, либо с этим корнем связаны, да? Слушай, мы с утра говорим ПАКХЕХЕВРИМ, по-моему, да? Да, ПАКХЕВРИМ, да, правильно. Да, 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 но вот это да. Там все-таки больше открывающие, действительно, глаза. Но вообще, особенно в современном иврите, опять, кто такой ПАКАХ? ПАКАХ неприятный человек. Я со смехом говорю. ПАКАХ – это инспектор. Человек, например, который духод, штраф и вешает за стоянку, он ПАКАХ, да? Теперь дальше. Какого человека называют ПИКЕХ? Смышленого. СМАРТ. ПИКЕХ – это смарт. Да. Поэтому здесь, когда он говорит, а он говорит, естественно, для ивритноязычной публики, как бы, изобретян, когда он говорит АШЕР, можно было бы сказать, ЧЕР ПАТХАЙТАЙНАЙ. Ну, ПАТХАЙТАЙНАЙ – это по-другому. Можно было бы сказать, но это не так. А здесь как бы АШЕР – ПАКАЙТАЙНАЙ, это значит, что я врубился. После этого я что-то понял. А не просто, что я увидел в новом... Ну, где-то увидел в новом свете. Но ПАКАХ – это хорошее слово. ПАКАЙТАЙНАЙ – это смысл, что я врубился. Окей, дальше. Сделать чего? Гукушим, он увидел молитву как революцию. О, да, увидеть, да. Вот это вот хавая, которая у него была, это он за щин сделал в Канан Пара. Да, мы пока не знаем, какая хавая. Но в смысле это хаваи? Что эта хавая дала ему увидеть молитву, которая как бы к революции обычно не имеет отношения. Правильно? А он увидел, как революция. Поскольку у нас до этого тоже была речь про революцию, то это уложится как бы в эту стезю. Дальше. В общем, в заслугу его, в заслугу главы Мишивы. Да, Мор – это Моривы Раби просто, да. То есть мой учитель и мой наставник. Ну, скажем так, мой учитель и мой Раф. Это стандартный Мор. Раф Мошетси Нерия. Раф Мошетси Нерия – один из, ну, предводитель плохое слово, извините, лидеров, как угодно сможете сказать. Он Нерия – религиозный ксионист. По-моему, он все-таки Нурия. Они Нерия. Как? Нурия, по-моему, правильно. Я тебе говорю, 99%. Очень многих детей тоже называют Нерия. Да. Думаю Нерия. Я думаю Нерия. Нерия от Нерашем, я думаю, да. За царь тоже все знают, правильно? Да. Слихер, Садик, Левраха. Ну-ка, и как вы хотите, читать по большим кускам или по меньшим? Хочешь еще? Ну, прочитай еще две строчки. Ну, давай еще раз маленький, да. Давай. Бешно, Талимутейно, Бешила. Памин. Памин, молодец. Работа. Да. Да. Мипиф. Стандартный. Мипиф. Да. Левуй, Сахабы, Левуй. В сопровождении. Блевуй, Сахабы, Левуй, в сопровождении. Исраиль, Амгдушин, Куму, Ле Аудат, Абуре. Окей. Да, ну отлично. Да. Может быть, есть хороший текст. Он такой как метроидальный. Он человеческий. Он просто описывает ситуацию. Окей. Дальше. То есть, в смысле, предупреждает. Да. Да. В годы наши учебы решили. Да. Иногда. Нет. Захину, помимо работ, Ле Ара. Я думаю, Ле Ара здесь это пробуждение. То есть, они жили там в общежитии. Правильно? Как обычно живут в таких заведениях. Значит, выходит какой-то, но не какой-то, наставник, Раф и говорит. Ребята, вставайте на Тфилу. Это вот описывается такая ситуация. Он говорит. Захину, помимо работ, Ле Ара, Ле Тфила. Что такое Захину? Нет. Нет, ну понятно. Это просто Заху удостоились. Ну, как бы, ну, дословно, по-русски удостоились. Удостоились. Помимо работ. Многие разы. Да, мы удостоились много раз, как бы, ну, я не знаю. Прокуждаться. На Тфилу. Да. На Тфилу, да. Давайте. На Тфилу. Да. Ну, имбокер. Тфила имбокер. Ну, как бы, на утреннем. На утреннем эмориту, да. С словами из уст Рава. Да. В сопровождении песни и мелодии. Правильно. В чем заключалась песня и мелодия? То есть, он не просто был словом, он и темно распев. Израэлям душим кумлауда табуре. Я не знаю, как он пел на Типе этого, правильно? Типа, да. Израэль, народ святых, вставайте на работу Всевышнего. Работу Всевышнего, да. То есть, идея какая? Они, ребята, спят, молодые подростки. Входит их наставник утром и говорит. И они понимают, что надо тянуть Тфилу. Окей. Пока что слова мапыха здесь нигде нет. Но, по-видимому, дальше будет. Окей. Читает дальше. Кто у меня? Ань, можешь читать дальше? Да. Давай. Так. Ацмолево, лэгад хадарим, шель неарим. Теарим. Теарим. Да. Так. Вели неар. Да. Неар отым. Вот там. Вот там. Мишнатэм. Мишнатэм. Вот там, Мишнатэм. Вот это же это переходит сюда. Так, неверите, так, ну, немножко высокий стиль. Нормальные речи так не говорят. Но когда это, по-русски, это немножко, это втология будет озвучать. Она, видите, звучит вполне нормально. Вот там, Мишнатэм. Окей. Можешь перевести от начала до этого? Так, значит, каждый раз удивлялся я, как, значит, Рошь Яшева, как это сказать, Матрея Хацмо, как это, ну, утруждал себя, что это такое. Правильно, сто процентов. Утруждал, даже похож на Матрея. Утруждал, похож на Матрея. Приходя, приходя в их комнату молодых и молодых юношей, чтобы, ну, пробудить их от сна, встряхнуть, пробудить их от сна. Кэотто шэмеш, амэорэр ацэбур, лэ, имрат слэхот, бэйра, бэйра. Аяра, слэха, аяра, местечка. Бэйра, нашэхат. Да, что ему напомнила вот эта процедура? Ну, хорошо, хорошо, сейчас прочитаем. Значит, приходил то, как, ну, шэмеш, служка, служитель, который пробуждал общину для чтения слэхот в забытых местечках, ну, еще будучи в Галуте. Да, 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 только не шэмеш, а шамаш. Так все правильно. Шэмеш за солнце. А шамаш это это. И из этого, как бы, да, и из этого небольшая философия, как евреи относятся к солнцу, правильно? Солнце это служка, а не обещание. Шамаш, шамес, шамес, короче. Потому что не зря служку назвали шамаш, потому что ладно, мы шамеш, окей? Ну, был, слушай, был человек, который в определенные моменты там напоминал людям. Сучал, да, да. Давай там на молитву, там, вот слэхот читают в последние и в последние 10 дней. Все правильно. Все правильно. Какое еще слово связано с шэмешем? Для того, чтобы совсем уже опустить солнце, да? Как по-русски так говорят, да? Опустить солнце. Какое вам приходит на ум? Что еще есть с корнем шэмеш? Ну, только все то же самое, только чуть-чуть поменять огласовки. Как, пардон, на юрите называется, ну, можно не с кеме, но тем, как называется туалет слегка? Я знаю шерутим. Правильно, шерутим это больше современное название, типа действительно туалет. А традиционное название как называется? Ну, вот как сортира называется на юрите. Большой муж. Вот пас, то есть солнце опустили по полной вообще, он еще и садки к тому же, окей. Ну, хорошо, читаем дальше. Бе улайло. Бе улайло шамаш гая, элли ага-тоф. Аба-аба-аба. Аба-тоф, али аба-тоф, а коре, бэмаме лошн, бэмаме лошн. Да. И даже не как служитель он был, но как хороший отец, который, ну, пробуждал. Да, маме лошн, ашкиназе маме лошн, бэмш, бэмш, бэмидиш. Ну, бэмидиш, бэмидиш, да. Который как хороший отец, который, ну, звал на родном языке. Да. Вот, извините, идлэх, идлэх, Тэйрэх, тэйрэх. Это на идиш, да. Считают, что все понимают. Идлэх, идлэх, тэйрэх. Тэйрэ, хошер, идлэх. Ну, я не знаю, тэйрэ, это я знаю, дорогие, дорогие. Ну, да. Ну, а что-то типа этого тоже. Вставайте, вставайте, ребята. Дорогие, дорогие. И его вот этот вот какой-то хриплый голос. Нет, я думаю, наоборот. Наоборот. Я думаю, наоборот. Орега, аругот, орега, это что-то приятное. Можно посмотреть в Соларену, я думаю, что, ну, да. Это явно что-то позитивное. Потому что по смыслу даже позитивное. Можешь дальше сказать? Коль, Сафу. Что такое Сафу? Проникающий. Ну, подожди. Проникал. Да, вверху этот голос проникал в воду. Не-не-не, не слушай, Леня, он не прав. Что такое Сафу? Я не знаю, сейчас подожди. Сафу, так, вы бываете, ну, вот. Хорошо, я вас спрошу, что такое Сфок? Мультик детский. Мистер Сфок, это кто такой? Что такое Сфок? Ты меня закрыл, но что-то, да. Не мочалка, нет, не мочалка, а вот эта вот штука. Губка, губка. Как? Губка. Губка, правильно. А Сафу, это впитанный, то есть пропитанный. Пропитанный. А, вот так, пропитанный. Конечно. Такой-то, ну, как это сказать? Ну, вот такой приятностью, наверное, что-то типа этого. Посмотрите, что у Орига, я думаю. Я думаю, Орига ночи. Он, как бы, приятностью, теплотой, как угодно, да? Ходерку, да? Проникал, проникал под одеяло. О, да, окей. Дальше. А вот дальше сам Сипур. Букер и хад. Да. Але хар лаяла арох, шибо, ше... Шакадину. Шакадину, просто шакадину. Шакадину. Бе цавта. Цавта, это типа став, по-русски. Ну, понятно. Бе цавта. Але вода ць гмар. Бе ги сториев. Бе носа. Бе носа. Бе носа. Бе носа. Бе носа. А махпаха царфатит. А махпаха царфатит. Вот первый раз появляется революция. Окей. Значит, и однажды утром, после, ну, длинной ночи, во время которой мы работали, видимо, трудились... Шакад, но это усердная работа. Усердная работа. Шакадная, это усердная работа. В группе, в группе, как бы, как это сказать, бытовая группа, по Авудат Гмар, по истории, ну, как заканчивали работу по истории. Нет, это Авудат Гмар, это стандартное задание для студентов. То есть, это что-то типа курсовой работы. Что-то типа курсовой работы. По истории по французской, о французской революции. Замечательно. Нихнаса рафнерия, лэхадрейну, бенигун, Исраэль, амгдушим. И вошел Рафнерия в нашу комнату. Ну, это утром было, да, да. Да, пени, кстати, пени, вот это вот, да, да. Да, да. Сада, я думаю, сада. Войну, да. Сада, сада. Сада, это сифрей, сифрей, сифрей. Амахпаха. Запомним. Мапыха, это сложные слова. Замечательно. Да, войну. И глаза его, наверное, становились на... Нет, нет, цыда, цыда, это ловить, это охотник. Цаят, это охотник. Поймали. Они схватили, что-то типа, ухватили, схватили. Ухватили сифрей Амахпаха историю этой вот, про этой революции, находящуюся на столе. Да, монахим как бы положенные, да. Меунах, кстати, что такое меунах? Меунах, это горизонтальный, тот, который лежит. Окей? От слова «нах». Кто такой «нах»? Ну, «нах» это «нох». Все как бы, все связано одно с другим. Окей? Ну, хорошо. Передадим дальше или еще почитать? Да, да. Харада, кому-то дальше почитать. Ну, давай. Нет, дальше кто-то или дальше ты? Нет, дальше, пускай дальше читают. Ну, хорошо, а подожди, кто у нас еще... А, Лень, давай, ты чего молчишь? Ну, мы не знаем. Ну, мы не знаем. Какой же он звонит? Не думаю. Не знаю. Не знаю. «Исраэль амгдушим куму лэма пэха». О, он такой прикол сделал. О, прикол. Значит, вот Раф Нерри стал пистать книжку. Да. И когда он дошел до картинки, на которой был изображен народ, врывающийся в бастилию... Сто процентов. Да, он поднял голос и приятным голосом сказал, «Амасраэль, святой народ, вставайте на революцию». Ну, понятно, персиаст филы с революцией. Окей? Значит, вот обратите внимание на слово «ладавдэ». От какого это слова? Лень, ты молчишь? «Давдавлист». Правильно, «лист листать». Точно как по-русски все, «лист листать». Окей? Да, слово «прица» интересное. «Прица» – это прорыв. Окей? Как называют человека, который не про нас будет сказано, грабит дома? То как он называет его? «Порэц». Он «порэц», а еще есть «пруца». А еще, да, действительно, такое слово, но оно сейчас меньше. Да, оно меньше, но оно есть. Да, «пруца» – это женщина легкого поведения, так по-русски. «Падшая женщина». «Падшая женщина», да, окей. Да. Окей, ну хорошо. Все, Леня все замечательно перевел. Теперь понятно у нас о Дайон. Быстренько сделать такую связь между Тфилой, на которую он пришел будить, значит, ребят, с книжками про французскую революцию «Взять ирбастиль». «Вазнаха алав аруах». «Вэкши...» «Мэфхэн». Не, «Мэфхан». «Мэфхан». «Анацив...» Ну слыхай, Ницап, Ницап. Ницап. Блэф, Кикар, Хума, Адам... Переведи, переведи. «Вазнаха алав аруах». Ну, как бы, не знаю, как перевести. Я тебе скажу, и тут он завелся. Ну, как на халафорох, и дословно это легло на него расположение духа. Ну, да, как бы он пришел в расположение духа, да. Ну, пришел, азварин даты, да. Укэмапхан. Да, как этот революционер. Который стоит посреди площади полных людей. Ну, да, Омэ это вы знаете, да. Омэ Адам, да. Это многолюдные площади. Омэ Адам это многолюдные площади. Отсюда русское слово гомон, кстати. Нет, 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 все, уже точка, давай переведи. Да, ну, он начал, ну, кричать, ну, вот. Подожди, мы прошли, мы прошли. А, прошли? Да. Да, слегка, слегка. Да. Ну, он начал, ну, кричать нам, ну, в наши души. Да, в наши уши, да. В уши, да. В колорах, громким голосом. Голосом. Вставайте, ну, хеврая, ну, ребята на... Ну, это ребята, да. Да, на французскую эволюцию, на настоящую. Да, мало того, что он связал и сказал вместо обычного Он увидел книжку и сказал А дальше больше. Тут он завелся, это я своими словами говорю, да, встал в центре этой самой комнаты и сказал Окей, дальше. Замечательно. Круто. Ну, он стал, давайте поднимемся на молитву и поднимем на знамя, ну, как раз, свобода, равенство, братство. Правильно, только чуть-чуть, если дословно, вы знаете, что такое Нисков? Что такое Захар Кума? Вот встать прямо. Да, вот Тимофей сказал, тот же в утренних бароход есть Захар Кфуфин. Захар Кфуфин. Что такое Кафуф? Это такое. Кстати, говорят, когда говорится, что Мишу, Кафуфлы Мишу, значит, кто-то подчиняется кому-то, да, ну, вот у кого-то есть босс, и он на Кафуф. Когда говорят, ну, вот иерархию подчинения на работе или в какой-то системе, говорят, у Кафуфлы Мишу, правильно? Кстати, что такое слово Коф? Ну, народ, что такое Коф? Ну, это не связано, мне кажется. Связано? Ну, я думаю, связано. Ну, может быть. Ну, нет. Хорошо, что такое слово Коф? Ну, как? Когда дети говорят о Кофе. Обезьяна. Правильно. Коф. Вот я думаю, что это самое Коф. Мне кажется, нет связи. Обезьяна так. Ну, я сам полушутка. Так вот, Заков, это человек. Потом вообще говорится, Заков Кома. Человек, который гордо идет. Ну, я не знаю. Найдите правильный русский перевод. Заков, особенно Кома. Кома – это этаж. Да, а кроме того, Кома – это во весь рост. А, да, вот человек, который идет во весь рост. Бо Нисков Кома. Давайте во весь рост пойдем, значит, куда? Бетфила. Венери Маля Нес. Да что такое Лари Маля Нес? Ну, Лари Маля Нес. Нес тоже знамя. Нес тоже. Это все как бы, особенно поскольку это все идет в Ешиве. И они все понимают вот этот язык, который… Ну, он не следует, он не прямо, это он мутический. А он такой обычный, но все время есть как бы парафразы, связанные с чем-то таким традиционным. Правильно? Лари Маля Нес – это дословно сделать это как чудо. То есть показать всем. Бо Нари Маля Нес. Да, Нес – это тоже флаг своего рода. Да, Нес – с одной стороны Несим, правильно? Балахановка. А с другой стороны, действительно, Нес – это флагшток, то, что называется. Это флаг. Поэтому Лари Маля Нес – это вот поднять вот так, чтобы все видели. Тем более, здесь говорится. Бон Лари Маля Нес – дегель. Кроме того, это дегель. Это как бы дегель – это флаг. Сегодня у нас много слов. Я прошу прощения, что я все время дополняю, но мне кажется, это интересно. Дегель – это флаг по-русски, правильно? Да? А на Иврите, например, это не просто флаг. А что говорится, когда хотят сказать «Иждагуль». Что такое «Иждагуль»? Ну, да. Это типа выдающегося. Famous. Это типа выдающегося. Это тоже связано с флагом. Да? Окей. На котором написано, естественно, то, что было три. Но Траф знал эти вещи. Хоф и шевьон ве ахва. То есть «Свобода, равенство, братство». Беседер? Ну, хорошо. Перейдем мы к следующему. Да, давай. Давай. Мы начинали с Тимофея, правильно? Окей. Тимофей, ты с нами? Да, с вами. У нас же четверо, нет? Мы говорили, что четверо четверо. Кто четвертый? Не знаю. Были желающие в ростах. Ну, Арслан сказал, что он не хочет. Саша присоединився, сказал, что она слушает. Александр, по-видимому, тоже слушает. Лена, по-видимому, тоже слушает. Так что у нас, боевых товарищей, три человека, включая меня, молчащих. Окей? Ты молчащий. Это тоже можешь. Ну, я с юмором говорю, да? Окей. Ну, давай, четыре. Да, я читаю. Да. Бальонит карера дату, ад шеамат дом в тенуа. Молодец. Театрали. 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 Театрон, правильно, да? Тима ве Ахаль. Эхей. Эхель лашир. Эт. Эвменон. Молодец. Царфати. Марсельез, в общем. Да. А Марсельез. Леколь. Цхука. Шель. Хеврия. Хеврая, да. То есть, ну, Раф явно вошел в роль, и он продолжал дальше, да? То есть, ему это самому понравился, и как бы он продолжает эту тему. Дальше. Вело. Да, можешь перевести? Так, переводим, пробуем. Вело. Нет карера. Помогай. От слова кар. Что такое кар? Не охладил. Не охладил. Не охладил. Да, 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 да. И как бы он не успокоился. Не охлаждаясь, что ли? До того, как... Не охлаждая его разум? Ну, да, почему? Ну, он не успокоился. Да, пока не встал. Дом. Дом. Ла-Мод-дом. Что такое ла-Мод-дом? Это... Смирно, что ли? Нет. Как у... Как когда стоят солдаты... А, почетный караул. Смирно. Именно смирно. Все правильно. Ну, смирно. Смирно встать как-то. Команд-команд. От какого слова дом? Молчание. Думаю, молчание. Да, молчание. То есть, это дом. Да, теперь дальше. Давайте вспомним, проверим наши знания. Что нам напоминает слово дом из внутренних разделов? Про кого было сказано ла-Мод-дом? Мы, так как, по-моему, уже говорили. Про кого, по-моему, нет? Мне это напоминает... Помните трагическая история о гибели двух сыновей Аарона? Двух сыновей Аарона. Да, Аарона. И там про Аарона сказано, что ла-Мод-дом. Про немолчание, да. Да, то есть, и там вот Ханан Парад все-таки разбирал слово дом. Сейчас не будем туда уходить. Но ла-Мод-дом, это стоять, стоять по стойке смирно. Да, вот просто стоять по стойке смирно. Да, дальше. Как он стоял? Я понимаю, это движение в таком неком театральном движении. Да, правильно быть. Ну, а театральный? Постой, пожалуйста. Позе вообще театральный, да. Дака-Думия – это минута молчания. Да, Дака-Думия – это минута молчания, сто процентов. Окей, дальше. Кама-Кама – это такое, ну, здесь служебное слово. Кима-Кима, я думаю. Потому что Кима – это чуть-чуть. То есть, он встал в несколько театральной позе. Есть известная очень книга. Вадь, у меня вылетел из головы. Вау. Еще один человек, который… Ой, вылетел из головы. Ну, ничего, может быть, который тоже один из лидеров, основателей религиозного сионизма. Черт, вылетел из головы. У него очень известная книга «Кима-Кима». Кима-Кима – это означает, опять же, это очень важно, как бы… Здесь это служебное, а вообще это очень важный элемент в сионистской доктрине, религиозной сионистской доктрине о том, что Машех не приходит с неба, падает, как ул, скажем, Харидим. Я сейчас уплощаю, да. А он приходит кима-Кима. То есть, он ходит постепенно. И вот процесс развития государства, то, что Пинхас развивает там… Машех бендавит, Машех бендавит, это вот все. Это вот кима-Кима. Но здесь это слово, конечно, он в немного театральной позе стоял. Окей, дальше. И начал петь французский гимн Марсельезу смеящимся голосом. Не-не-не-не-не-не-не. Кольц хоха относится к хевре. Да. Вот смех ребят, как вот так. Ну да, Лень, ну подожди, ну без этого дай людям подумать. Я все молчу-молчу. Не-не, все хорошо. Но это действительно так, под смех ребят. То есть, ребят заржали. А, да, потому что это было смешно. Ну, раз такой серьезный человек. И он тут… Ну, а, и так дальше. Окей. Все, значит, смеялись. Ну, хорошо, прочитай еще чуток. Да, конечно. Аюкаэле шэгангалу. Не, лиглегу. Лиглег – это такое даже слово, которое очень похоже. Да, что такое лы-лаглег. Лы-лаглег – это, ну, не издеваться, а саркастически относиться к кому-то. Когда человек что-то говорит, там, первое, все говорят, да ладно, кончаем. Вот это называется лы-лаглег. Аюкаэле шэгангалу, ахахах, аль-араф, мэрия, у савру, шаруах, штут. Молодец. Ковца алафа. Ну, да. Так, ну, были немножечко, вот, то, что ты сказал. Ну, да, были такие, которые вообще как-то, ну, с юмором отнеслись к этому и так скептически. Что-то у меня вылетело, по-русски надо было лучше-то перевести лы-лагу. Они, ну, не издевались, но как-то, в общем, а, как это нелегковесно, а как это... Иронически. Да, иронически отнеслись, да. Ахахах к кому? Краву, после этого краву, мэрии. В савру, шарух, штут, ковца алаф. И савру, или сбор. Ну, что такое с... Были же даже савурайн, правильно? Период савурайн. Такие савурайн. А кто так, что такое азбара? Ну, считать положено. Да, да, азбара на современном рите, это как бы пропаганда. Да, а вообще свара, свара, в Талмуде, опять, я совершенно не специалист и все, но свара, это известно, а человек, где экологическое обоснование. Это из этого, это из этого, это называется свара. Ну, вот они как бы здесь-то посчитали. Ну, дальше это длинная, как бы, рок, штут, ковца алаф. По-простому это что? Ну, что дурацкое настроение. Дурацкое выклик, то есть, ну, обладелым клубом. Ну, да, чуток к крыши поехал, если так говорить на совсем, как бы, простом языке. А на самом деле это не так. Аравка, она говорит, не-не-не-не-не, оваль. Да, он говорит, оваль, а не дайте, бе омек леви, шелё, штутея. Ну, штутея, ну, это тоже откуда-то из Палмуда, не просто штута, штутея, да, окей. Дырап нерия, сава хайта, кант, эле, ши татья. Ши татья, ну, это игра слов, правильно, штутея и ши татья. Ши бешель, ши бешель, ши бешель, да, ты правильно сказал. Ши бешель, да, ши бешель, ма макия, думаю. Ма макия, глубинею, да, ло ёхула рета лейгалот. Лейгалот, но это не фаль, да? Лейгалот. Да, эле, бе лавуш, ма се, штут, ке, вихоль. Ке, вихоль, да. Ке, штутея, да, рап, а, медуна, сава. Ну, бесседер, он тут как бы говорит такие вещи, которые людям, которые учёные, а не как мы, простые люди, да, им все эти вещи понятны, но мы более-менее поймём смысл, да? Дальше. Гадать и помык леви, что это такое? А, Валя, не, значит, но я знал в глубине сердца своего, что это не глупость рава. Да, он тут играет, вот давай посмотрим, он играет вот это, штутея и шитотея. Штутея от слова штут, правильно? То есть это не глупость, а это шитотея. Шитотея от слова шита. Что такое шита? Да, что это? Ну, смотри, шита, это приём, это модель, да? Называется маши, да? Ну, каким образом он это сделал? То есть здесь имеется в виду это некий педагогический приём. Для того, чтобы какой-то мессор передать своим ученикам, он это одел вот в такие эти самые, правильно? Как бы вот его, так это объясняет хану-парад, да? Дальше. Шило, штутея. Ну, дальше. Дераф, нерея, это как язык, который принял в Талмуде, когда кто-то говорится. Про кого-то говорится, Дераф, не знаю, кто-то, да, правильно? Дераф, Шамай. Да, Саба. Ну, как бы, Саба, имеется в виду почтенный человек, да? Да. Элла. То есть это не глупость какого-то такого старичка-пенсионера, который что-то там такое вот бухнул, и все смотрят, что у него там крышу понесло. А на самом деле, он говорит, это глубокая вещь. Элла. Ну, да. Китатья, ну, скажем, педагогический прием, давайте скажем так, да, Шебешель, Шебешель Маамакея, которая из-за ее глубины, правильно? Которая из-за ее глубины не мог быть, не могла раскрыться. Правильно, вот замечательно. Она не могла раскрыться или быть раскрытой, она не могла раскрыться. Не могла раскрыться, иначе как в одежде. Правильно, иначе как в одежде, в образе или так дальше, да? Действия шутливого, да, масса штуки. В образе, да, такого шлевого действия. Правильно. Ну, и дальше он просто начинает, как бы он это назвал, да, как бы в Талмуде это назвали. Штукия дыраф амнуна саба. Наверное, есть. Смотрите, можно посмотреть, погуглить. Наверняка есть вот это что-то такое. Штукия дыраф амнуна саба. Я, честно говоря, не помню, не проверял, но как бы общая идея, она, идея нам понятна. Окей, хорошо? Быстро переходим к Анне, по-моему. Правильно? Да. Если кому-то что-то непонятно, плиз, те, кто не читают, а слушают, если вам что-то непонятно, вы хотите добавить, и вообще, подавайте голос, чтобы, как бы, мы чувствуем, что вы тоже присутствуете. Ну, хорошо, Анна, читаем. Так, рафнерия хотел пробудить нас, нас, для, как бы, к вещам или к нас. Ну, можно к чему-то, по-русски можно просто сказать, к чему-то. Тому, во что он верил, он верил всем сердцем, и который, как бы, в которых видел всю, весь фокус, весь фокус своей жизни. Ну, да, смысл жизни, фокус жизни. Своей жизни, смысл, видя смысл своей жизни. Ну, и точно, в чем был фокус, да? Аймуна, бекоха, шель, авода, ташем, бетура, ватфила, лешнот. Лешанот, слега, лешанот. Лешанот, мецеют, мецеют, а вэле холэль, махпаха. Ну, подожди, смотри, это сложное слово, но постарайся его запомнить. Революция называется мэ-а-пэ-ха. 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 Хорошо. Вера в силу служения Всевышнему, бетура, в торе и в молитве, и шанот, в изменении реальности и в совершении революции. Да, но вот слово лешо-лэль, смотрите, лешо-лэль, это интересное слово. Лешо-лэль, это сделать, но не просто сделать лаосот, например, не лаосот, а лешо-лэль, это произвести по-русски. Совершить революцию. Да, совершить революцию. Я это не сказала, совершить. Нет, я не против, все правильно. Интересно, что от этого слова не знаю какое. Что он напоминает слово лешо-лэль? Что-то портит на самом деле. Не, ну подожди, не ла-лэль. Хэт, ламэт, ламэт. Что такое халаль? Портит что-то. Не, 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 это ла-лэль. Халаль, халаль, это пространство. Чуть ли не космос, да? Халаль, пануй, космос. Халаль, пануй, космос, правильно. А, например... Халаль, это дырка еще какая. Тоже правильно, да. Тут много всего, тут много всего, да? Я не знаю, может, с холем это не связано, с песком, но вот халаль, в смысле, пустое, да? Какой песок, да. Когда технически берут что-то, берут что-то, берут что-то, и там дырка какая, пустое пространство. Как это по-русски? Ну, дырка и дырка. Нет, полая. Полость вакуума чуть-чуть. Полость, правильно. Вот это, когда говорится, например... Нет, халаль, извините меня, хилуль. Хилуль. Что-то халаль, это означает, что у него есть пустое пространство. А будничное еще холе, правильно. Будничное холе. Будниничное холе. Вот это все наверняка связано все вместе. Если это ответно, хилуль, хилуль это осквернение. То есть делать будничное... Да, 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 это все, это все. Да, и махоль, кстати, тоже связано. Махоль, это... Махоль, потому что он в кружок. Пустились, да, в танец в кружке. Это все как-то вместе связано. Что вы можете фуглитативно с этим разобраться? Хоровод. Махоль, хоровод. Дальше читаешь? Да. Аравнерия, гая, мадбау, мадбау. Нет, подожди, митиво. А, митаво, по природе. Митиво, да. Митиво, да. Митиво, да. Митиво, был по природе своей. Мэапэхан. Я тебе говорю, что у нас надо сказать? Мабхан. Мабхан, хорошо. Мабхан, хорошо, короче. Ну, хорошо, без этого дальше. Мэапэхан. Ну, это да, это... Эй, всегда очень сложно произносить дальше. Был по природе своей революционером. Правильно. Валибу, а я. Валибу, а я. Патох, лэхоль. Зараим. Не, не, зарамим. Очень важное слово в социальной жизни. Зарамим. Зарамим. Хавратаем. Хавратаем. Социальное течение. Очень важные слова. Социальное, общественное, общественное как-то течение. Да, 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 да. Ну, движуха, во всяком случае. Он был... Ну, подожди, это не движуха, а это в том, что общественные какие-то там эти подвижки. Есть левые, есть правые, есть борются за социальную справедливость, эти за эти, за это. Вот это называется Зарамим. Называется Зарамим. А вот социалисты. Вот, социалисты. Вы социалисты. А мы обханим. Ну, я тебе говорил, да, мы обханим. Сейчас уже было лучше. Мы обханим. Агумим. Бэолам. В общем, Ратнерия был по природе с революционером, и его сердце было открыто всяким движением, подвижкам общественным и социальным, и социалистическим, не знаю, революционным изменением в обществе. Да, агумим это означает, опять слово... Гом. Гом, в смысле, многолюдные многие, то есть шумные, бурные. Гомия. На вешеходе Гомия. Гомия, правильно. Это он объясняет, почему это не просто так. Он стал, и вот стал придуриваться, грубо говоря, в кавычках. Ну, хорошо, правда, так говорить. А почему? Потому что в нем это жило внутри. Он на самом деле был революционер, и он, в общем, был как бы... У него сердце лежало ко всем этим движениям, которые происходят, за равенство, братство и все. И это вполне как бы соответствовало его натуре. Поэтому взять этот самый, встать как флаг и начать петь. Это было для него вполне нормальное явление. Окей? Разобрали. Дальше. Аваль. Аваль. Аравнерия. Амеханех. Да. Амеханех. А, вот как раз то, что я объяснял. Да, амеханех какой? Амеханех. А... Адеголь. Адеголь. Нет, деголь у нас тут не совсем. Хотя, может быть, деголь... Деголь не он. Ну, деголь, помните, я объяснял про деголь, выдающийся, да? Вот, выдающимся воспитателем, получается. Да, 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 да. Воспитателем. Я, значит, Аравнерия как выдающийся воспитатель. Я, да. Кэморо, Раво, Арав Кук. И как его учитель, учитель и наставник Арав Кук. Блаженный Благословенной памяти. Правильно. Мэафэ. Я тебе сто раз до конца прочитаешь, повторишь, да? Сэмээмпэхэ. Сэмээмпэхэ. Мэдхэла. Нет, подожди, Мэдхэла. Это просто Мэдхэла. Я скажу. Мабит. Нет, Мэбайт. Мэбайт просто. Мэбайт, что революция начинается изнутри. Нет, ну с дома как бы. В доме надо прежде всего революцию делать, а потом на улицу выходить, да? Дальше. Векивуша Бастилия. Матхиль. Векивуш. Алэф. И взять. Ну да, он сейчас связывает филу с этим. То есть, он говорит, что прежде чем на улицу выходить, надо очень хорошо помолиться. То есть, прежде всего сердце надо перевернуть, потом на улицу бежать. Как бы такая еврейский подход. Окей. Хорошо. Взятие Бастилия начинается со взятия захватывания сердца. Правильно. Молодец. Сто процентов. Хорошо. Дальше. Детский результат из урода Чува. Это опять, это, конечно, революция. Окей? Хорошо. Ки арационатов у аколь в аколь, а кишарон, а кишарон, ше бэулам, эйнам или милуё. Милуё. Ну, опять, революцию всегда очень трудно переводить. Надо просто совершенно, дословно практически невозможно. Давайте поймем хотя бы общий смысл. Правильно? Арационтов, ну как, арационтов благое желание или хорошее желание, не знаю, как. Ну, я, на самом деле, понимаю все слова, но, честно говоря, понять сто процентов. Благое желание – это… Нет, хорошее желание. Хорошее желание, а он, оно, это, а коль, вы, коль, это как все и все. Это всего-навсего или всего-навсего. Всего-навсего, но кишарон – это как талант. Ну, кишарон, в данном случае, это как бы способности. Коль кишки, ше бэулам, ну, как бы все способности, наверное, в мире. Надо посмотреть в контексте. Который ничто иное как. Ничто иное как. Его наполнение. Но я думаю, что вафф здесь имеет отношение к всевышнему. Да, где-то обстрелы идут с Лиханом. Это к всевышнему. Либо это относится к рациону. Ну, оставим это. Мы это не очень, как бы, понимаем. Окей. Ну, как бы, более-менее идею поняли. Лень, можешь отсюда дочитать до конца? Где мы? Я не праздываю. Аром, мне быкеш לומר, лану, ки инену церковь лархик нодэд Бек fora Эля олен PDF легалот Галот от бетох атпил-бет Бэмэке Мээмэке Мэмэке Аруход Оруход Тора Пр 최근 И теперь дальше. Какой вывод для нашего батальона? Он хотел, Рафа Энерия хотел нам сказать, что мы не должны как бы далеко идти за революцией. То есть нефиг на улице бежать, напасти. Да, да, да. Матикса надо, да, окей. Но нам нужно раскрыть ее, то есть революцию, из молитвы, из глубины Торы, да, как бы духа Торы. Да, да. И заповеди. Ну да, это к Ицхаку. Теперь это к Ицхаку. То есть, помните, у нас была тихая революция. То есть, еврейская тихая революция, ну так, во всяком случае, пишет Ханан Пара, это настоящая революция. Окей? У них Бастилия, а у нас как бы Тфила. Ну, вот, как бы такая идея. Окей, дальше. Да. Микоха. Микоха. Микоха, шел руах зу, холель, или холель, или холель, или холель, не холель. Да. Микоха. Подожди. Микоха, Микоха. Я уже заслужил. В Микоха Амад Буата Ша Табокер Вакара Лану Исраиль Агдушим Куму Лема Паха. Да, да, ну давай все. Из этого духа, из этого духа родилась... Не, 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 подожди, 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 секундочку. Микоха, шел руах зу, то есть из силы этого духа, да, ну, можно как-то выучить, да. Он, кто, кто холель? Ну, пробуди, ну, холель. Да нет, ну, кто это? А, пыха. Да нет, ну, это холель, он, опять же, осуществил. Но только он не говорит, кто, всем это понятно. Кто осуществил? Ну, Рафнерия, он осуществил. Ну, допустим, да, ну, окей, допустим, он. Ну, читай дальше. Он осуществил чего? Революцию поколения вязаных кип. Да, он был одним из человек, который сформировал поколение вязаных кип, которые осуществили действительно революцию в израильском обществе, в том числе Ханан-Парад. Поэтому он и говорил, что холель-мапрад. Дор кипотос ругадаль, шел микоха. И, как бы, из силы этого, он, ну, как бы, он тем утром стоял и взвал нас, а мы сравили святой народ, вставайте на революцию. То есть идея какая? Он-то понимал, Рафнерия потом, ну, как бы, допер, грубо говоря, или понял, что это не так, как ребята думали, что он пожилой человек, у него немножко крыша поехала, да? На самом деле у него были глубокие вещи, что он их взял к революции настоящей. А в чем была настоящая революция? Революция вязаных кип. Окей, вот так мы до этого дошли. Хорошо? Да. Ну, хорошо, народ, мы сегодня хорошо позанимались, мы кончили. А в следующий раз остановить использование. Да, мы в следующий раз, Божьей помощью, займемся комментарией Штензальца к следующему разделу. Хорошо? Я, соответственно, в нашей группе напишу и дам все ссылки на все файлы. Окей? Все нормально? Да. Супер. Супер, да, мне очень понравилось, да, мне тоже очень понравилось, классно очень прочитали. Очень здорово, что присоединился народ. Мы надеемся, что в дальнейшем, во-первых, Арслан, он не будет лениться, а будет читать дальше с нами. Окей? И даже те, которые не читают, а просто слушают, мне думают, что это им тоже может быть полезно. Мы стараемся делать это оживленно и понятно для публики. Окей? Расстаемся. Всем счастливо, пока.